Так, что-то давненько не было вложиков и, ну, просто нету особо у меня никаких новостей, чтобы с вами делиться и рассказывать. И в мире маленьких комплектующих и в мире СФФ тоже как-то новостей не особо было. Но вчера, вчера появилась просто роскошная новость. Я даже подумал, вот, вот это то, о чем можно поговорить во влоге и рассказать, что тут у меня происходит. Сегодня будем говорить о том, о чем давно ждали. А ждали ведь мы чего? Мини-видеокарт формата 40. И, наконец, наконец, представили, причем не один производитель, а сразу несколько, показали свое видение маленьких видеокарт. И это прям очень хорошо. Прям вот я смотрю на это и нарадоваться не могу. Итак, на ресурсе видеокарт появилась статейка даже целая про мини-видеокарточки, что вот многие производители не очень-то хотят и спешат производить. Потому что, ну, тип, невыгодно, мало кто берет маленькие, большие видеокарты, это да. Вот. Но, но, все-таки, все-таки 40-ую серию кое-кто из производителей будет делать. Причем не только 40-60, как я надеялся. Я думаю, хотя бы 40-60 появилось бы в формате мини-ITX. Но даже 40-60 Ti. И начнем мы рассказ о видеокартах с производителя Colorful. И они показали видеокарточку мини-В. 40-60 она будет, не Ti, просто 40-60 RTX. И выглядит она, ну, так себе. Я не знаю, на кого это рассчитано. Они, может, подумали, что если маленькая видеокарточка, то она как-то для детей. Хотя тут вроде как и не детский дизайн, но он такой, не знаю, очень прям на любителя. Итак, это не серия iGame. Значит, скорее всего, это будут просто стоковые характеристики, как у Reference. Дальше сразу два производителя. Ну, по сути, это как бы клоны, такие клоны. Значит, Palit и Gainward, они показали тоже свои видеокарточки. И тут интересно, что будет и 40-60, и 40-60 Ti Storm X от Palit. Вот это уже будет интересно. Вообще, Palit нормальные видеокарты вот делали. 30-60, отлично. Я собирал не одну сборку, и мне понравилось, по сути. Длина 17, ну, короче, по сути, такой же размер, как у 30-60 сейчас Storm X. Только будет 40-60 и 40-60 Ti. В отличие от Coverful, это точно, я уверен, прям на 95%, что будет продаваться в Украине. Поскольку и сейчас они продаются. И, я думаю, 40-ую серию Palit тоже завезет. И это будет прям не что-то там, заказываясь откуда-то, вези, жди. Нет, это прям вот взял в магазине, купил. И будет, скорее всего, во многих магазинах по разным ценникам. Ну, и еще одна видеокарточка от Inno 3D. И интересно над тем, что она суперкомпактная. Она так и называется, Compact. Но при этом она 155 миллиметров длиной. Вообще, маленькая-маленькая будет. Это будет не 40-60 Ti, естественно, а просто 40-60. Но вот такая маленькая, компактная. Inno 3D, скорее всего, тоже приедет в Украину. И тоже, наверняка, можно будет ее без проблем купить. Посмотрим, какие будут цены. Вот это, конечно, самое интересное. И еще один производитель, это Zotek. Тоже 40-60 Solo, не Ti. Каких-то размеров про нее не указано. Но из того, что видно, то, скорее всего, она будет тоже коротенькая, маленькая, тоненькая. Не какие-то там 2,5 слота, как вот Asus делала. Ну, а что касается MSI, Asus и Gigabyte, Galaxy, других, то пока никто ничего не показал. Может быть, чуть позже, может быть, чуть позже они тоже покажут. Я надеюсь, все-таки MSI появится, Aero, хотя бы в формате 40-60. Хотя вот в прошлое поколение, то именно MSI сделали самую мощную. 30-60 Ti, Aero, а все остальные такие-то, ну да, они бы только 30-60 сделаем и все. Здесь уже, как бы, вот и полит подтягивается. Поэтому я надеюсь, что все-таки и MSI появится, 40-60 Ti. Хотелось бы, хотелось бы увидеть такую видеокарточку. Так, ну а что касается питания, если кто еще не знает, то 40-ая серия не такая уж и прожорливая. И вот, например, 40-60 RTX будет потреблять в стоке всего 115 Вт, что не очень много. А 40-60 Ti будет потреблять где-то до 160 Вт всего. Поэтому можно это все дело устанавливать в маленькие сборки. Под это все брать блоки питания там на 450, на 500, на 600 Вт. И все будет вообще отлично работать. И это еще с каким-то запасом у вас будет сборка. То есть потребление будет там на уровне 300 Вт всего компьютера. А в играх может даже и того меньше. Ну, 40-60 Ti, да, скорее всего будет где-то там плюс 300 Вт. А если обычная 40-60, то, наверное, вообще Вт 200 там будет. Так что, как видите, 40-ую серию дождались. Что-то интересное определенно будет на прилавках в магазинах. И уже сейчас можно подумывать о том, какой бы там себе маленький компьютерик собрать. И у меня есть корпуса, причем даже в наличии. FX 4.9, например, есть в наличии. Есть в наличии SLM 3. Хотя там не про мини-видеокарты. Но это тоже, если там водяночку ставить, то да, вот мини-видеокарточки там как раз в пору. И залетели бы туда. Так, а еще у меня такая есть интересная новость в отношении блоков питания. Flex формата. Мне написал, значит, Avertek. И говорят, вы хотите у себя в магазине продавать модификацию нашу блоков питания. Вот, Enhance на 600 Вт. Да, вот такой черненький, смотрите, они его тут красят. Кстати, красочка очень похожа на ту, какой я крашу себе корпуса. Прям вот очень близко. Меняют вентилятор на Noctua. Кстати, вот смотрите, это 40 мм. И он черный, хромакс. Я даже не знал, что такие бывают на самом деле. Ну и кабели они сделают вот тут свои. Значит, такие вот любой длины могут делать. Под мой вот корпус сделали. Укоротили. Такие вот у них еще есть наклеечки тут. В общем, такой прикольный блок питания. И я, конечно же, сделаю обзорчик на него. У меня еще пока лежит MSI 4070 Ti. И вот посмотрим. Нагрузим прям по полной. И посмотрим, что этот блок питания из себя представляет. Хотя, по сути-то, я делал уже обзор на обычную версию такого блока. Ну, здесь вентилятор-то Noctua. Ну и теперь они у меня тоже будут в магазине в продаже. Поэтому можете заказывать вместе с корпусом вот такой блок питания. И там какой-нибудь 4060 Ti. И вообще прям по красоте будет. Так что для тех, кто там переживает. Ой, вот такая видеокарта. Хотелось бы блок питания с запасом да помощнее. Вот вам даже флекс на 600 Вт подъехал. Это ли несчастье? Что, как говорится, вам еще нужно? Хотя потребление, я опять-таки, я уверен, там будет на уровне 300 Вт в играх. 300 Вт, а то может и того меньше. Но, тем не менее, кто-то любит прям про запас. Чтобы прям вот блок наполовину работал. И хорошо. Вот этот блок как раз-таки для вас и будет. Так, следующая новость. Она опять-таки касается мини-видеокарт. И здесь у нас опять SFF формат. Причем даже в названии. NVIDIA RTX 4000 SFF ADA Generation Graphic Cards. Вот такая маленькая low profile видеокарта на два слота всего. Объем памяти на борту 20 ГБ. И эта видеокарточка может не только в профессиональных задачах, но и в играх. И в играх она себя показывает в тестах на уровне RTX 3060 Ti. Или даже, как в некоторых, 3070. Вообще прям хорошо, красиво. При этом потребление всего 70 Вт. Представляете, 70 Вт. И такие классные показатели. Все с ней хорошо, кроме цены. А ценник, ценник конский. Поэтому не для широких, как говорится, масс. Хорошая карта, но очень дорогая. Больше 1000 долларов за такую карточку, конечно, если вы геймер, просто только геймер, вы не отдадите. Если же вам для работы и еще плюс поиграть, то прям идеально. Можно брать. И мне уже, кстати, пришел один, как минимум, заказ на специфический корпус под эту вот карточку. Буду делать. Блок питания будет. А на 70 Вт все. Поэтому блок питания человек будет ставить себе HD-Plex 250 Вт и Ген. И ему, в принципе, за глаза хватит и для питания этой видеокарты, и там для процессора. Вот. Ну, а так у него будет материнка, процессор, кулер, Noctua L9. В общем, все такое, все базовое. Хочет как можно меньше, чтобы это все уместилось. Вот. И в одном корпусе было. Поэтому буду строить такой корпус. Там специфические задачи. Так. Ну и дальше хотелось бы рассказать, что я планирую в ближайшее время на этом канале. Значит, мне нужно выпустить ролик про SL2 с новеньким процессором Ryzen на АМ5-й платформе. Там все построено дорого-богато. Без видеокарты. Тоже, в принципе, компьютер для профессиональных задач. Уже все отснято, только надо смонтировать. Поэтому в ближайшее время будет такой ролик. Также я сделал новую модель SXM2 будет называться. Объем 7,3 литра. История была такая, что заказчик попросил чуть увеличить, удлинить корпус SXM, чтобы туда помещалась 210 миллиметров видеокарта. Ну, вообще у него 200 миллиметров. У него DOS Mini 3060 Ti. Но про запас 10 миллиметров, а вдруг потом ZOTEC поставить. Так что про этот корпус SXM2 тоже надо будет снять видео. Ну, как бы уже все снято, только надо смонтировать и опубликовать. Ну, еще, я надеюсь, будет скоро одна сборочка. Хотя пока под вопросом. Вот этот корпус, что у меня за спиной, такой ярко-желтый стоит. Я не могу связаться с человеком. Вот, если ты видишь это видео, корпус уже готов. Водяночка под него уже приехала. Если актуальна еще сборочка, то посмотри телеграм. Я тебе пишу-пишу, никто не просматривает сообщения. Я уже две недели прошел, он уже две недели у меня стоит. Вот, и не хотелось бы, чтобы он просто остался у меня на полках стоять. Надо бы собрать у него сборочку. Тоже будет видео, если все срастется, то тоже, конечно же, будет видео про такой вот яркий корпус. На этом у меня все. Подписывайтесь на этот канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Еще есть телеграмчик. Туда залетайте инстаграмчик. Тикток есть. Тикток есть. А в тиктоке, кстати, видосики. Там я недавно показывал корпус. Очень интересный. Значит, SLM2. И человек говорит, а можете туда мне Blu-ray привод просто поставить? Я такой, кто вообще сейчас использует диски? Но все-таки, наверное, есть такие люди, которым все еще нужны диски. Они пользуются ими. Короче, он прислал с Бельгии этот свой Blu-ray. Я говорю, ну ты-то присылай, потому что я не знаю, где там и какие у них размеры, где модель искать. Ничего не мог найти. А он прислал. Я сделал по нему модель. И корпус уже уехал к нему. Такая вот прикольная. Первый раз. Сколько я уже занимаюсь? Шесть лет? Считайте, да? Шесть лет мини-корпусами. Про это иногда кое-кто говорил. А там можете ли вы DVD или Blu-ray привод как-то вмонтировать? Но все было на уровне разговоров. А тут человек такой говорит, можете. И я пришлю и прислал. И, короче, впервые. Это у меня было впервые. Такой вот корпус с каким-то дисководом. Хотя, наверное, рабочая схема для кого-то.